На Касухинском месторождении компании «Ренуватнефтегаз» добыли первую нефть. Символично, что произошло это в канун профессионального праздника Дня нефтяника. В торжественной церемонии принял участие губернатор области Владимир Якушев. Что даст региону новое место разработки, расскажут мои коллеги. Вот оно, первое черное золото Касухинского месторождения. Открыли его еще в 2006-м, но заполнять нефтепроводы начали только сейчас. Это связано в том числе со сложностями сейсморазведки. Здесь будет работать 60 скважин. Извлекаемый запас сырья оценивают в 18 миллионов тонн. Месторождение входит в Тямкинский хаб, составляющая одного из самых крупных активов после Устегузского на Увадском проекте. Это, соответственно, часть нашей стратегии поддержания добычи на уровне 10 миллионов в течение 10 лет. Назвали месторождение в честь первого ректора Тюменского индустриального университета Анатолия Касухина. Сегодня же здесь установили мемориальный камень. 1300 выпускников вуза работает в Роснефти. 130 из них участвуют в Увадском проекте. Благодаря специалистам этой компании мы модернизируем образовательный процесс и соответствуем технологическим требованиям компании. Лучшие мастера, производственники приходят в образовательную аудиторию. Это тоже крайне важно. Между тем, дочка Роснефти, РНУВАД Нефтегаз, в рамках Увадского проекта уже ввела в промышленную эксплуатацию 11 месторождений. Всего же их 39. Для региона это рабочие места, инвестиции, налоги. Наше взаимодействие, я имею ввиду Тюменской области с компанией Роснефть, подразделением Увад Нефтегаз, складывается достаточно хорошо. Мы, я считаю, что достаточно такие хорошие, надежные партнеры. Никогда друг друга ни в чем не подводим. Без налоговых льгот, которые правительство Тюменской области предоставило нефтяной компании Роснефть, в частности подразделению Увад Нефтегазу, реализация такого проекта была бы невозможна. Поэтому этот проект это реализация совместного, как правительства Тюменской области, так и компании Роснефть. А все налоговые льготы, которые дает областное правительство предприятиям, сторицей возвращается в бюджет региона. Евгения Зубцова, Дмитрий Ларичев, Тюменское время.